Всем привет, друзья! С вами Герман Пермяков, постоянно ведущий инвестиционно-обучающего канала RedlineTV. Сегодня снова говорим о Суперкопилке, и сегодня говорим о новой стратегии, которую я применил. Стратегия называется «Закольцовка». Давно я шел к этой стратегии, давно я мечтал с ней поработать. Сегодня показываю, как я с ней начал работать. То есть вам в данном случае должен помочь сам сотрудник Суперкопилки. То есть это как бы ручная программа, которая рассчитывается на основе ваших депозитов, которые сегодня лежат в вашем личном кабинете и которые вам помогают создать пассивный доход. Что такое пассивный доход в Суперкопилке по закольцовке? То есть вы определенный период накапливаете, аккумулируете какие-то средства. И потом в процессе, когда у вас есть определенный дедлайн, вы увидите в моем видеошоте, у вас есть экселерский файл, с которым вы работаете, есть определенные даты, и наступают определенные даты, когда вы получаете полностью, начинаете получать пассивный доход с ваших депозитов. И, в общем-то, вы достигаете цели и получаете то, что вам было нужно. Поэтому смотрим сейчас мою стратегию закольцовки, о которой мне рассчитали. Смотрим, как я начал с ней работать. Ну и, естественно, посмотрим, что в результате всего этого получится. Потому что сейчас я строю полностью, закольцовываю свои, так сказать, депозиты, которые у меня вносятся в систему. И, кстати, я недавно опубликовал в соцсетях, что я ожидаю выплату, то есть я внес 1000 долларов, ожидаю выплату 5 600 или 5 400 долларов из системы. Поэтому, кому интересно, вернее, обязательно. Я думаю, что всем должно быть интересно, этот инструмент должен быть у всех. Проходим внизу по ссылочкам в шоу-нотах и включаемся в работу и инвестируем. А теперь смотрим видеошот, поехали. Коллеги, мы сейчас находимся в моем файле по закольцовке, которую мне рассчитали сотрудники Суперкопилки. И давайте посмотрим, что они у меня рассчитали, чтобы мы понимали, что такое закольцовка и как вообще это работает. Итак, во-первых, смотрим несколько блоков. Здесь поставили первозначальный размер взаноса цели 2 доллара, или 2 тета, внутренние валюты. И номер недели, при которой наступает пассив, 26-ая неделя. То есть мы сейчас выстраиваем закольцовку по 2 тета, по 2 доллара каждую неделю. И на 26-ой неделе у нас полностью пассивный доход. Да, можно будет выводить. Вот, доходность цели на 26-ой неделе составляет 157%. Да, ну это приблизительно. В общем-то, можно это менять. Допустим, можно по депозитам, по целям делать. Но так как я решил все-таки работать с целями, потому что это наиболее выгодно, после рекламного режима, поэтому все по целям. И размер взноса тоже уменьшаться не может. Ну, 2 доллара это не так уж и много, да. И еженедельные взносы. То есть, здесь внизу есть несколько вкладок, да. То есть, мы пока смотрим на 26-ую неделю 2 теты. Давайте посмотрим, что это из себя представляет. Так, вот эта таблица у нас. Что мы здесь видим? Ну, пополнение на 858 долларов 16 центов. Вот. Через 27 недель. То есть, мы 27 недель будем пополнять на эту сумму. То есть, 7 января 2019 года мы полностью эту сумму закроем. И будем получать, естественно, прибыль. Теперь, ну, естественно, мне сделали на текущий кабинет остаток вот на балансе. Какой был, да. Вот. Какая сумма взносов, какой капитал, какая карма, как это все, так сказать, на момент расчета. Это 2 июля было. Вот. Вот мы видим сейчас вот эта вот красненькая цифра, да. Я вот даже ее выделю. Это момент, когда наступает пассивный доход. Это будет ровно 7 января Рождества 2019 года. То есть, вот видите, с этого момента я буду получать полностью пассивный доход. То есть, вот эти недели, да, которые, ну, они не просчитываются сейчас, начиная с какой вот этой недели? 13 недели, да, получается у нас. А, этой недели. Сейчас расскажу. Вот до 3.09, да, вот с 3.09 мы начинаем, так сказать, уже мне провели расчеты. Я смотрю здесь на основные главные показатели. Это на эту сумму, на эту дату. И вот на 26 неделе, какую я должен буду ввести прибыль. То есть, смотрите, я сейчас уже до 26 недели, у меня сейчас все заполнены. То есть, вот эти все цифры, которые есть, да, вот то, что я там должен вносить, это уже у меня построено все. То есть, все вот эти вот до 26 недели, у меня уже сейчас работают тут цели, и там автоматически списывается сумма. Там часть прибыли идет, прибыли идет на реинвест, и, в общем, все это уже расписано, да. А вот с 26 недели мы видим здесь вот этот, нас интересует больше всего вот эта вот колоночка. Да, вот по 2 доллара, как раз, которые я в самом начале показал, да, вот давайте вернемся к этому, вот 2 доллара, вот это, да, они будут списываться, да. Единственный момент, что здесь будет увеличение суммы до суммы 9.50 с 12 ноября. То есть, с 12 ноября до Рождества, до 7 января я должен буду платить по 9.50. Теперь давайте посмотрим на 20 недели, да, чтобы была закольцовка, запускалась у нас на... чтобы у нас прибыль была с 20 недели, а не с 26. Итак, смотрим вкладочку 20 недели. Здесь уже сумма немножко, ну, хотя точно такая же, да, 8.508.05. Вот, и прибыльность у нас будет уже с 10 декабря. Вот, точно таким же образом у нас... Ну, вот здесь сумма выплат показана, да, какие будут по текущим... по текущим уже настроенным моим целям. И, опять же, мы видим, что вот с 20 недели... Вот, 20 неделя наша. Я должен буду с 20 недели вносить уже... То есть, у меня до 20, опять же, все расписано. С 20 недели я должен дополнительно вносить каждую неделю по 2 доллара. И, в общем-то, чтобы вот эту сумму израсходовать, чтобы вот эта закольцовочка сработала, мы видим, ну, видим, да, какие там остатки на балансе будут, да, чтобы эта закольцовка сработала и начала мне приносить прибыль. То есть, сейчас, в общем-то, я аккумулирую все средства, имеющиеся здесь, да, и буду дальше заполнять, смотреть. То есть, по 2 доллара, вот, опять же, 9 долларов 10 центов, это с 12 ноября. Я должен буду пополнять в неделю, чтобы выйти потом, ну, хотя вот тут буквально, что меньше месяца, 4 недели, 9 долларов 10 центов, и, в общем-то, можно дальше получать пассивный доход. Ну, видно уже остаток на балансе, какой уже будет. Там, 2,700, 2,800, вот, 4,047, это уже, ну, это уже много. Теперь переходим к следующему варианту. Это на 35-й неделе. Те же две теты. Пятая неделя. Что мы здесь видим? У нас пополнение на 858 долларов 16 центов. То есть, со всеми предыдущими смотрим. Первый вариант был 858.16, второй 858.05 и третий 858.16. Прибыль наступает на, опять же, 31 декабря. Вот мы видим, когда наступает этот момент начала прибыли. Вот здесь на 35-й неделе нужно платить 2 доллара, да. И, видим, да, и начиная с 5-го ноября мы платим по 4,5, а дальше уже по 5,70 в неделю. То есть, опять же, объясняю, что до 30, до вот этих всех недель у меня все заполнено. То есть, я начинаю платить по вот эти вот закольцовки по 2 доллара, начиная с 35-й недели. Вот. Это как пример с двумя долларами. Что происходит с двумя долларами? И как они будут работать эти 2 доллара в неделю, чтобы, ну, при моем текущем положении, чтобы они приносили прибыль. Еще раз повторяю, что эта закольцовка рассчитывается под каждого личного участника, да, под каждый личный кабинет. Вот, что у вас происходит в кабинете, потом, чтобы вам удобно было выровнять. Вот я вам показывал в предыдущих роликах по выравниванию, да, чтобы можно было потом построить эту закольцовку. Закольцовка делается сотрудником, не вами, не нами, с вами инвесторами, да, это делает сотрудник. И он, естественно, курирует, как вы будете дальше вести свои закольцовки, в смысле, свои депозиты, да, или цели. Поэтому вот то, что они рассчитывали по 2 теты. И сейчас перейдем для разнообразия, сделаем, посмотрим, что нам сделали за закольцовку по 5 долларов, да. Вот еще раз вернемся везде по 2 доллара, да. Вот, видите, 2, 2, 2, вот эти двоечки стоят, вот они все, двоечки, вот 9,5 уже, да. Вот, а сейчас вот, допустим, на 5, это 35-я неделя, здесь сумма уже идет 1167, и прибыльность начинается у нас с 15 апреля 2019 года. Здесь по 5 долларов идет, здесь по 5 долларов идет с 35-й недели, и начиная с 14 января у нас идет по 6,90. И, в общем-то, по 6,90 так и продолжает. Но точка выхода без убыток у нас обозначена вот 15 апреля. Теперь переходим к последнему варианту, это на 10 долларов. Закольцовка на 10 долларов тоже на 35-й неделе. Здесь, конечно, сумма пополнения 4242, и вот столбик этот тоже на 35-й неделе с 10 долларов. То есть, вот это все у меня уже заполнено, с 35-й недели мы начинаем платить вот такую-то сумму. Точка выхода без убыток у нас получается вот, вот она, это 20 мая 2019 года. Вот, и сумму выплат видим, конечно, вот, это они в неделе, да, вот такие 619,50. Тогда, как есть и на ответ, это у нас, ну, вот сумма выплат колеблется. Вот 215, 196, 209, 81, 555, 389, ну, и вот 389 в среднем уже, когда выровняется, не выровняется. Вот оно так и пойдет, в общем-то. Вот, в принципе, так выстраивается закольцовка. И, естественно, я вам потом буду показывать, как эта закольцовка будет работать уже в следующих видео. Коллеги, в общем, для тех, кто задавался вопросом, что такое закольцовка в суперкопилке, я думаю, вы теперь получили ответ на свой вопрос. Я думаю, что в ближайшее время, может, не в ближайшее, а посмотрим, когда будет так же закольцовка по ВАЗ-депозиту, если, ну, что это, в общем-то, родственные проекты. Поэтому следите обязательно за каналом Redline TV, обязательно инвестируйте. Повторяю, что ссылочки будут внизу лежать, инвестируйте, потому что это очень интересный инвестиционный инструмент для вас. Вот, ну и работайте, буду рад вас видеть в команде, буду рад, если поставите лайки. Ну, а для тех, кто играет с нами в класс сегодняшний пароль 9874, пишите этот пароль, получайте свои Азовкоины. И не забывайте слушать радио Азовская столица. Все, всем пока.